Сейчас мы находимся в Берлине, недалеко от центрального вокзала. Здесь сохранился кусок берлинской стены. И можно наблюдать на этом куске различные граффити. Сегодня мы будем говорить о граффити в политическом контексте. Сегодня Берлин живет спокойно, свободно. Здесь вот на этом месте, не удивляйтесь, вот этим штырям. Это имитация некогда берлинской стены, которая была воздвигнута за несколько дней. И, скажем так, разделила Берлин на восточный и западный. Также имеются экспонаты, демонстрирующие части стен. Это были склады, где, соответственно, содержались продукты, провизия погранцов. Вот так вот выглядят стены из бетона, железобетон. Не пробивной. Пожалуй, только снаряды Гитлера могли их разрушить. Но его уже не было, к счастью. Граффити, да, зародилась как протест в западной культуре, в Америке. И являлась протестом, можно сказать так, против капиталистического общества. Вот, ну а эта кладбищенская стена, соответственно, продолжается так же и за углом. И так же здесь разбомблена. Вот, ну, конечно, это все только наводит на мысль, что граффитчикам пофиг какой-то там политический контекст или еще что-то. Им только до стены. И вообще им не имеет смысла кладбищенская стена или берлинская стена. Им главное забомбить. Там пытаются у нас имитировать побег с востока на запад, но им не дотянуться до конца. Также можно наблюдать стену. Но это не основная берлинская стена. Это, получается, вторая стена. Она, видите, не такая мощная. Как вы понимаете, все, все, что здесь представлено, это последствия Второй мировой войны. В принципе, Берлин до сегодняшнего дня также это большое последствие Второй мировой войны. И сегодня мы можем наблюдать очень большую интернациональность в Берлине за счет того, что город был разбомблен, потом восстановлен, но тем не менее стал столицей Германии. И все-таки цены здесь были невысокие. И многие, в том числе художники и графитчики, перебрались в Берлин, чтобы жить, потому что это дешевле. И сегодня берлинская сцена художественная, очень интернациональная. И мы будем сегодня искать новые веяния в художестве. Это уже не старые, почти покрытые мхом лумиты и даймы. Почему-то 95-й, 2005-й, на самом верху корца здания написано. Вот различные есть 3D-шрифты, надписи, ну и такие плоские обычные шрифты. Вопрос только, как это все было сделано. Либо здесь стояли какое-то время леса, либо, ну вот, графички уже додумываются до того, как спускаться по тросам с крыши и, видимо, наверное, рисовать. Как вы знаете, я в поисках искусства, но, тем не менее, вот в подворотнях попадается такое искусство. Загаженные, как некоторые сказали бы, стены. Вот. Ну и что-то у нас там есть даже какой-то мотив вот на том рисунке за решеткой. И вот не хочется, честно говоря, туда перелазить. Недалеко от музея современного искусства, где проходят берлинские биеннали. В этом году, кстати, также ожидается, в сентябре, вот, обнаружился такой, судя по внешнему облику, сквот и, судя по стилю флаката, хиппи. Для непонимающих, что такое сквот, это захваченные, ну, хиппи или какими-то альтернативными видами молодежи здания. И вот, когда они там нелегально проживают, их, в принципе, муниципалитетные власти не могут оттуда выселить. Только по... долго-долго ищут всякие причины, но не могут. Ну, потом все-таки выселяют, потому что, как вы видите, дом доходит до такого состояния, вообще не вписывается в окружающую обстановку никак. Это подворотня музея Института современного искусства. В принципе, очень даже шикарно выглядит, такая сразу парадная, да, начинается в подворотне. Вот. Ну и что там написано? Да, как вы видите, на стене написано бюро Берлин-Биеннале. И студия там уже. То есть, как бы, все руководство, которое организует данное мероприятие, находится здесь. Как и, в принципе, сами выставки также здесь проходят. Конечно, не любитель, я стрит-арта, но здесь он такой выглядит немного андеграундно, как и все, что касается Берлина, начиная там с 70-х годов. Берлину свойственно быть в андеграунде. Андеграундная культура. Ну вот, в принципе, стрит-арт здесь также представлен в андеграундной форме. Чего не встретишь нигде ни в одном другом городе. Гарнизонное кладбище. Солдатские захоронения. Это аж с 1722 года, судя по надписи сверху. Ну и вот эта вся стена забомблена. Новоиспеченные граффити-райтеры, назовем их так, не смущаются даже кладбищенскими стенами. Судите сами, ну, что есть что. Вот, и... То есть, был ли политический контекст для граффити-райтеров, начиная с 70-х годов, когда они бомбили на берлинских стенах, или же этого контекста не было, просто его использовали, граффити использовали в этом контексте политики, то, наверное, если вы заключите так, что это да, было так, и политики использовали граффити в политическом контексте, то это будет 5 с плюсом. У нас тут нарисовался новый сквот, также в запущенном состоянии, но здесь более такие радикальные надписи против расизма и против брутальных националистических убийц. Вот, на первом этаже решетки, то есть, они там конкретно забаррикадировались, и к ним, я думаю, что даже полиция не заберется. Понятно, полиция, если захочет, они там из крыши спустятся, но вот, как бы, соблюдая такую либеральность и лояльность, полиция их не трогает, они там живут в своем закрытом мерке за решетками, и выходят, когда им захочется в магазин или еще куда-то. Ну, конечно, сами решайте, если, как бы, такой запущенный вид имеет место быть или нет, решайте сами. Берлин, конечно, громаден, без велика тут делать нечего. Вот такая интересная работа попалась мне на окраине Принц-Лауэрберг, это такой район Берлина, вот, и, в принципе, очень интересный стиль, что-то новое, то есть, не то, что было во времена Лумита и Дайма, то есть, уже такие новые абстрактные вещи начинают появляться, и, как мы видим, новая техника, где много, много остается пространства для заднего фона, это черный, черный в данном случае, и с помощью различных распылителей у нас художник сделал такие интересные моменты, снизу это можно наблюдать, сверху также можно различные штрихи наблюдать, что привносит дизайн, и с помощью таких зеленых линий абстрактных также создается своеобразный рисунок. Все это нанесено поверх лица, судя по всему, женского, и выполнено очень круто, выполнено это вот действительно, это стоит отметить, это одна из первых работ, которая заставляет нас ахнуть. Круто-круто-круто, ставим пальцы вверх. Это подглядывающий человек, и вот вы видите пример того, как, в принципе, искусство в открытом пространстве может страдать, но это было наклеено, это плакат, но, тем не менее, это было плохо сделано, и он вот слезает. И такой вот громадный плакат под граффити был сделан на Брандмауэре одного из зданий в Берлине. Ну, здесь также у нас, получается, эти кладбищенские стены присутствуют, и они также все в бомбинге. Набрел на такой вот аттракцион водяной, и вон там у нас в зелени, за зеленью можно видеть 50-футовую женщину, которая выглядывает и подсматривает. В Берлине имеются работы американских художников. Данная работа выполнена американским дизайнером и художником Тристоном Итоном, который известен также дизайнерскими работами для Версачи и в том числе для президентской компании Барака Обамы. Данная работа называется «Атака 50-футового социализма». Это интерпретация американского фильма, который был выпущен в 50-х годах и назывался «Атака 50-футовой женщины». В данном случае это вот такая немного гламурная в стиле поп-арт работа. Опять же, заметьте, что задний фон практически не закрашен, то есть вот такие вдруг всплески яркие среди стен. Это очень типично для берлинских стен. И данная работа, конечно, очень-очень дизайнерски выполнена круто. Здесь не подкопаться, очень все стильно. Но поп-арт. Типичный у Энди Уорхол, который продается и никакого андеграунда. Поэтому он вписан, вот эта вот работа вписана и по-любому, наверное, как бы согласована с жителями данного района. Райончик такой себе прикольный. Вот. И, в принципе, данная атака 50-футовой женщины или 50-футового социализма здесь представлена воочию. и поза такая у данной женщины атакующая, как будто она собирается кидать огонь. Вот. Ну, в общем, что сказать. Самое прикольное, что под этой работой также реклама находится. и реклама постоянно меняется. В общем, как бы в ногах этой женщины с таким подтекстом рекламные баннеры постоянно меняются. В общем, как бы поп-арт недалек от рекламы. Работа выполнена в политическом контексте. заключим. Жизнь должна быть позитивной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Цükра Кабция Корректор А.Кулакова Данное капце закрыто, не знаю, по каким причинам. Но внутри все вот в таких граффити! Это рядом с частью берлинской стены сохранившейся у восточного вокзала. И здесь у нас имеется такая горилла и написано снизу мы ну типа аборигены требуйте человеческих прав вот в общем вот такой подтекст всего этого графика ну горилла так среднечково исполнено но покатит то это east side gallery в берлине то есть восточная сторона стены берлине здесь у нас на сохранившейся части стены представлены работы граффити здесь нарисовано что нельзя делать соответственно собак можно выгуливать осторожно зимой может быть скользко вот ну и гриль запрещено а также осторожно могут вытаскивать денежки из карманов ну что у нас есть что поснимать это обратная сторона от кафе которая закрыта как она называется и буду его рекламировать в любом случае даже если бы знал бы одну и эта стена также убита она кирпичная убита все в граффити в рисунках но это уже по стильнее того что я видел в харбурге в гамбурге написано что это куски берлинской стены вот к сожалению не подписано кто художник не вижу здесь только восточный мотив граффити в данном случае как представлено в политическом контексте потому что куски стен имеют безусловно политический контекст берлинская стена была построена в 61 году после 61 падения 9 ноября 89 с февраля по сентябрь девяностого года были исполнены данные работы а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok дом по веревке забирающихся крыс здесь мы видим в таком же стиле с веревками и убитые животные которые свисают вниз к сожалению уже все заросло деревьями здесь закрыто никак не пройти но зато крысы бегают на этой территории спокойно себя чувствуют очередная стена брандмауэр в кроицберге но вот к сожалению почему-то я начал с более попсовых районов надо было начинать с настоящего андеграунда который присутствует в кроицберге и вот это одна из работ французского художника которая называется космонавт-астронавт и связано на тему холодной войны между сша и ссср и гонкой за тем кто первый полетит в космос данная работа уже давно выполнена такой андеграундный стиль можно видеть потеки и соответственно по силуэтам разобрать что это камуфляж или одежда космонавта ну или астронавта как вам виднее для меня на космонавта а вот и по бокам такие пририсовывают пририсовали сим символы с голубем мира в общем а снизу кто как смог так и забомбил уже весь низ стены брандмауэрской в общем берлин кроицберг рулит будет отдельный обзор я думаю здесь надо ходить по дворам лазить что-то как в общем я думаю на сегодня в принципе уже достаточно снимал то что есть и разнообразный материал и попсовый андеграундный в общем есть чем сравнить что с чем сравнить и в общем если еще что-то по пути попадется конечно подсниму а так как бы пора завязывать